Сама природа наделила прекрасную половину человечества таким качеством, как заботливость. Женщины заботятся о детях, близких и об окружающей среде. И именно женщины хорошо знают, как правильно и рационально использовать главное природное богатство – воду. Сегодня в Душанбе на форум «Женщина и вода» приехали женщины из 27 стран мира, чтобы рассказать о своем накопленном опыте в области управления водными ресурсами. На международном форуме «Женщины и вода», который состоялся в рамках третьей международной конференции высокого уровня, посвященной международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, с приветственным словом выступила заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Дилрабо Мансури. Было отмечено, что Таджикистан – страна глобальных водных инициатив, и инициативы лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмамаль Рахмона, сегодня реализуются во всех странах мира. Форум прошел при участии высокопоставленных представителей Республики Таджикистан и других стран, представителей Центрально-Азиатского женского диалога, экспертов в области водных ресурсов и вопросов гендерного равенства. В целом форум объединил представителей 27 стран мира. Международный форум «Женщины и вода» призван поддержать реализацию целей и задач десятилетия действий по воде, рассмотреть прогресс, стимулированный конференцией ООН по воде 2023 года, с особым акцентом на реализацию повестки дня по воде и выявить препятствия и возможности, связанные с выполнением обязательств, изложенных в повестке дня по воде. Меня зовут Мусонда Мумба, я представляю Швейцарию. Хочется отметить, что третья водная конференция высокого уровня, проходящая здесь, в Душанбе, является ключевым моментом для активизации наших усилий и обязательств по управлению водными ресурсами. А форум «Женщины и вода» объединит усилия всех участников для поиска решений проблем, связанных с доступом к водным ресурсам, усилит работу по устойчивому развитию водного хозяйства с учетом гендерных особенностей, расширит участие женщин в диалоге, партнерских отношениях и междисциплинарных процессах, касающихся водных ресурсов. Мне очень приятно сегодня присутствовать здесь, на женском форуме, который посвящен вопросам женщины и вода. Этот форум является третьей международной конференцией по водной тематике, которая проводится в Санкт-Петербургальной Азии. Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Мы знаем, что женщины – это половина средней земли, которая играет непосредственную роль в решении проблем с водными ресурсами, в управлении водными ресурсами, в санитарии. Их роль и значимость в этом секторе очень значима. Роль женщины, как мы знаем, значима в разных вопросах. Женщины, этот форум имеет важное значение для того, чтобы мы могли собирать данные, гендерно-дезагрегированные данные, для того, чтобы мы могли понять, какие проблемы существуют в данном секторе, как их можно решить. Соловьева Айбельца Грибетовна, председатель Ассоциации экологических организаций Казахстана. В первую очередь хочу выразить огромную благодарность за проведение столь важного международного форума по водным ресурсам. Таджикистан находится в Центральной Азии. И здесь проблема ледников, о которых указал президент Таджикистана, на Генеральной Ассамблее ООН, получила поддержку практически всех членов ООН. Я выбрала женский форум, поскольку сегодня был отчет, по которому говорили, какие проблемные вопросы. И сейчас будет сессия, когда будут решать механизмы финансирования того, как женщины могут в этих условиях реализовать себя, как они будут получать инженерные профессии. Потому что вода – это очень важный фактор. Говорили сегодня о цифровизации. На мой взгляд, чтобы доверие возникло между странами Центральной Азии, а цифровка имеет первостепенное значение. Общее впечатление о Душимбе самое прекрасное. Я была здесь 7 лет назад. И то, что я сейчас вижу, что это фундаментально, грандиозно идет строительство. Великолепно выглядят дома. На мой взгляд, многие из них по своей архитектуре и форме не уступают Парижу. Вот у меня ощущение, что я нахожусь в Париже. Это настолько интересно, доброжелательные люди, которые всегда стараются помочь, оказать содействие. Поэтому я желаю Таджикистану только успехов. Каюмова-Дельурон – государственное научное учреждение Центра изучения ледников Национальной Академии наук Таджикистана. Являюсь ведущим научным сотрудником лаборатории качества воды, изотопы и санитария. Сегодня мы представляем ассоциацию женщин, изучающих ледники. Вы знаете, что ледники – это не только хранилище воды, но и являются регуляторами речного стока. И сегодня мы имеем очень хорошую возможность представлять на мировом уровне женщин, таджикских ученых, изучающих ледники, и рассказать о наших достижениях. Одним из наших достижений является открытие лаборатории по качеству воды, изотопы и санитария, которая делает научные исследования мирового значения. Проведение форума «Женщина и вода» создаст благоприятную среду для обмена мнениями, информацией и опытом для заинтересованных сторон разных стран с целью налаживания дальнейшего сотрудничества, разработки и реализации рекомендаций.